Приветствую коллеги от аналитика и торговый диаткомпании Тикмил и с вами я Артур Идиатурин. Ну что ж, вчера у нас вырос доллар, обвалились фондовые рынки и наиболее примечательным событием вчерашнего дня, которое собственно послужило причиной этому падению на фондовых рынках, это стал твит Трампа, где он заявил, что он не собирается больше вести переговоры с Конгрессом по поводу фискальной сделки, вести до выборов, будут выборы, выиграет, станет он второй раз президентом, тогда уже собственно он будет одобрять фискальную сделку и тогда уже экономика собственно США получит помощь. Вот об этом был вчера его твит, естественно он разочаровал рынки, но на мой взгляд это движение рынков, оно было, перереагировал рынок на твит Трампа и нужно объяснить почему перереагировал. Значит еще в прошлую пятницу мы обсуждали с вами тот момент, что Конгресс у нас уходит на каникулы в октябре, у нас если мы посмотрим календарь Конгресса, то есть когда они собственно законотворческую деятельность свою ведут, то вот можно видеть вот в этом календаре на 2020 год, что последние дни октября, когда у нас Конгресс в деле, когда он принимает закон, это у нас была пятница 2 октября, то есть сейчас почти что весь октябрь у нас законотворческая деятельность США поставлена на паузу, Конгресс у нас ушел на каникулы и поэтому возобновит он деятельность, получается вот, только к середине ноября получается тогда мы можем говорить о том, что Конгресс сможет что-то одобрить. Сейчас они не будут, не будут, не смогут ничего одобрять, потому что они ушли на каникулы и поэтому твит Трампа, он по сути никакой, это не был новой информацией, мы уже знали в пятницу, тогда уже рынок отреагировал вниз, тогда уже стало понятно, что фискальную сделку они будут принимать только в следующем месяце, да, смогут одобрить. Поэтому вчера твит Трампа, это была просто констатация этого факта, единственная, не знаю, информация, которая действительно была новой в этом твите, это то, что просто не будет происходить обменом информации между Белым домом и Конгрессом, да, по поводу переговоров, потому что Трамп распорядился поставить на паузу именно сами переговоры. Не будет у нас получается позитивных комментариев о том, что да, есть какой-то прогресс, да, о чем-то договорились, да, получается, как только выйдем на работу, мы примем, одобрим помощь, получается, вот этих комментариев не будет. И получается, именно эти комментарии у нас поддерживали рынок с августа, да, получается, как только предыдущие стимулы стекли, постоянно кормили завтраками инвесторов, говорили, вот-вот одобрят, вот есть прогресс, но этого не происходило. Сейчас и этих комментариев не будет, но в принципе рынок к этому был уже готов в пятницу, нужно это как бы понимать. Вчера Трамп лишь в очередной раз констатирует, что есть межпартийные противоречия очень острые, да, которые мешают прийти к консенсусу, вот, собственно, вот так вот дела обстоят. Спикер палаты представителей Пелоси, да, она, соответственно, заявила, что Трамп, наверное, сошел с ума, вот принимаете стероиды, да, вот, которые ему удавали во время лечения, да, вот так, как она язвительно заметила, да, потому что для нее это слишком странно показалось, это комментарий, да, что Трамп прекращает, проспорядился прекратить вести переговоры Белого дома и Конгресса по поводу фискальной реформы, но глава большинства в Сенате, Мич МакКон, он заявил, что поддерживает полностью Трампа, заявил, что нужно фокусироваться, нужно концентрироваться Конгрессу на достижимом, а то, что можно вообще принять, о чем, что можно договориться. Также вот он указал, что не получается обоим партиям прийти к консенсусу, да, по поводу того, в каком объеме и куда будет направлена вот эта помощь. Что еще важно, важно заметить, да, что касается рынка акций, есть у нас, естественно, тесная связь с рынком облигаций, и у нас сейчас на рынке облигаций существует такая тенденция, если мы возьмем длинные облигации, 10-летние казначейские облигации и двухлетние казначейские облигации, и посмотрим, как меняется спрос на одну бумагу относительно другой, да, на что больше спроса, на что меньше спроса, то можно сделать такой вывод, что у нас сейчас спрос на 10-летние облигации, на длинные облигации у нас падает, и в то же время спрос на короткие облигации двухлетние у нас растет. И это все приводит к тому, что спред в доходности между этими облигациями, есть специальный график у нас на сайте Фред, да, который показывает, как у нас изменяется этот спред, как раз-таки, ну вот он и показывает у нас, как меняется спрос на дальние и короткие облигации относительно друг друга. Так вот этот спред между доходностями, он у нас показывает, что спрос на дальние облигации у нас падает на короткие, растет, и о чем это говорит мне это говорит о том что стратегия реинвестирования она сейчас перевешивать стратегию обладание покупки длинного банда то есть выгодно в короткие облигации инвесторы считают что выгодно вкладываться в короткие облигации что вы затем снова когда заканчивается срок снова вкладываться в короткие облигации получается вот так такое инвестирование вести вместо того чтобы купить дальнюю облигацию и поэтому спрос на короткий растет на дальние падает почему это может происходить один из главных факторов почему сейчас происходит это конечно же инфляционные ожидания если инвесторы считают что у нас ускорится инфляция в ближайшее время ближайший год два или три и так далее естественно им будет не выгодно сейчас покупать дальнюю облигацию 10-летнюю облигацию не выгодно почему потому что на менее устойчивой инфляции фиксированный поток платежей которые она приносит инфляция будьте и дать это путешествие поэтому выгодно купить короткую облигацию затем уже к подходя к следующему периоду когда ускорится а у нас инфляция выгодно покупать опять коротку который подстроится вот этим инфляционным ожиданиям то есть вот из этого графика можно сделать вывод что несмотря на коррекции на фондовом рынке который сейчас происходит инфляционные желания нас растут потому что стратегия реинвестирования в короткие облигации она сейчас преобладает перевешивает и это видно из вот этого расширяющегося спреда который у нас растет а если вы помните у нас был очень долгое время снижение вот он снова это показатель снова перешел вверх вот здесь у нас рынка ожидал замедление снижения инфляции здесь уже начинается рост рынка ждать ускорение усиление инфляции а как мы помним у нас акции выступать в некотором смысле защиты от инфляции но потому что выгоднее все-таки вкладываться в акции ждать рост экономики нежели вот вкладываться фиксированный поток платежей короче говоря если у нас есть ожидания по инфляции положительные у нас получается растет рынок это поддерживает фондовый рынок отсюда вот из исходя из этих рассуждений можно ожидать что это поддерживает рынок если есть вот ожидания что будет ускоряться инфляция вот вчера у нас как уже сказал фьючерсы закрылись в минусе да вот почти полтора процента если 500 потерял и сегодня можно видеть что фьючерс все-таки нас торгуются вот здесь в плюс пытается преимущество до показать заявить о том что собирается они расти сегодня в принципе это оправдан потому что транс вчера ничего нового как я уже сейчас объяснил ничего нового не сказал никакую новой информации не привел мы уже знали что фискальная сделка будет только после выборов его смогут одобрить просто сейчас не будет переговоров не будет у нас позитивных комментариях по этой теме но рынок в целом уже к этому готов сегодня сегодня мы ожидаем протокол сентябрь спасения фрс будет очень много информации но в целом документ нам будет покажут содержание которое будет выстроено в ключе что длительные ставки для низкие ставки длительное время нужна фискальная поддержка и так далее вот все в этом ключе это должно в принципе поддержать рынок потому что такой уклон в рассуждениях фрс который появился в сентябре он в целом позитивно пока себя показывал на фондовом рынке сегодня мы не обождаем небольшой умеренный позитивный эффект для рынка и я думаю сегодня рынок пройдет на площадь на территории сегодняшний день американская сессия придет все-таки положительно а единственный как бы момент откуда можно ожидать подвох к снижению тогда предвыборная волатильность да у нас некоторые американские брокеры подняли вы помните маржинальные требования первичная маржа поддерживающая маржа да как бы упоминая о том что у нас может быть повышенная волатильность и они как бы решили подстраховаться вот эта предвыборная волатильность вот единственное что единственная тема которая может разыграть рынок негативно дальше продавить вниз но в целом видим что экономика пока держится на плаву да пока еще не было никаких сильных сигналов к снижению в целом рынок у нас хорошо скорректировался и выше вверх поэтому вчерашняя избыточная реакция на твит рампа но скорее всего тут был момент иррациональности вот о чем о чем нужно иметь ввиду очень вот так у нас дела вставят по фондовым рынкам что стоит сегодня ожидать фрс и как нужно реагировать на твит рампа если вам понравилось это видео то вы можете поставить лайк если у вас есть какие-то зеленые мысли комментарии пожалуйста не стесняйтесь их писать задавать в общем я на этом завершаю свой обзор желаю всего доброго торгуйте в проработку